Продолжение следует... ...день, предшествующий дню выборов, то есть 21 марта 2015 года. Ситя 54 у нас регулирует... Норма данная регулирует именно агитацию, скажем так, кандидатов. Здесь вопрос имеется в виду про Дня тишины, который у нас в принципе в законе не указан. В Кодексе Республики Молдова о выборах действительно присутствует такая норма, то есть вы знаете, у них есть День тишины в субботу, перед, скажем так, непосредственно датой избирательного процесса. У нас такой нормы нет. Соответственно, Дня тишины у нас на выборах в ЛГУЗе 22 марта не будет. То есть все кандидаты, зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии, на сегодняшний день, вы знаете, 10 человек, имеют право заниматься агитацией, и они заведуют в субботу. Я не согласен. Любой агитацией? Да. Сейчас я вам посмотрю. Да-да-да, 54. Нет ограничений. Говорит, что только в день выборов любая агитация запрещена. Часть пятая, единственное, что говорит, в день выборов агитация в любой форме запрещена. Насколько я знаю из курса теории государства и права, еще университетского, если мне память не изменяет, то, что это называется пробел в праве. Правильно? То есть мы должны применить аналогию... Здесь, по-моему, несколько юристов, есть, я просто не юрист, но учил. И есть региональное законодательство, есть республиканское законодательство. Значит, республиканское законодательство по иерархии выше. То, что не прописано в местном законе, нужно руководствоваться республиканским законодательством. Аналогия законодательства или аналогия права применить? В принципе, здесь не идет речь об отсутствии. Здесь законодатель нам как бы... Короче, вам когда нравится, не понимаете... Нет, нет, нет. Я рассуждаю в общем. Нам законодатель прописал определенные нормы, мы их исполняем. Если нет... Это норма не прописана. Да, не прописана, в принципе, по этому... Вы можете руководствоваться законом, который выше этого закона. Опять же, это как и ГГУ с кизырь. Народное собрание ГГУЗе не доработало закон. Нам по большому счету все равно. Мы, в принципе, в свою очередь, как Центральная избирательная комиссия, можем потом дать рекомендацию, например, после завершения избирательного процесса, Народному собранию о том, чтобы они прописали данную норму. То есть не проблема, она будет исполняться впредь. Это вопрос юристам. Так в том-то и дело, нам сейчас рассуждать по этому поводу... Законодателям. Законодателям нам сейчас рассуждать по этому поводу, если смысл общий. Юристам, потому что они просят толкование, либо разъяснение. Что они просят? Разъяснение. Да, если толкование, вы их отправили к толкователю. Да, здесь разъяснить песненные формы. Гепутаты это рассматривали, но они не набрали нужного плеча. Если непонятен пункт 4, смотрите пункт 5. Мы не можем это принять. Последнее будет превышение наших полномочий. В чем разговор? Давайте я вам прочитаю ответ, который мы планируем отправить кандидату. рассмотрев ваше заявление о возможности введения предвыборной агитации в день, в пришествующую дню выборов, сообщаем, что из смысла статьи 54 закона от ГГУЗИ выбора главы ГГУЗИ следует, что агитация в день выборов в любой форме запрещается. Следовательно, в день, в пришествующую дню выборов, проведение агитации разрешается. Если она устала, пусть отдыхает. Какие бы предложения? Агитация устала, да? Агитация. Я высказал свое мнение. Я считаю, что в данной ситуации нужно руководствоваться республиканским законом. То, что не указано в региональном законе, это все равно, что восстановление премарии, которое противоречит республиканскому закону, потому что в нем есть какой-то нюанс, который забыли указать. На севере Молдавии. Мы могли бы с вами согласиться, если бы части пятой в этой статье вообще не было бы. Но если закон прямо предусматривает, что в день выборов агитация закрещена, то нельзя говорить, что это пробел и нужно использовать аналогию права. Хорошо, а другой пункт заклада. Для коленства. Почему здесь для коленства? У нас специальный закон. С другой стороны, Народное собрание данный вопрос рассматривало и не пришло никакого вывода. Тем более, что рассматривали. Вот нам подсказывают. Что вы понимали решение, если вы помните, в день выборов не висела никакого. как бы ни применили нормату закона, она одинакова для всех кандидатов. Поэтому все находятся в одинаковом положении. Если разрешено, значит, для всех. То же самое будет, если запишут. Противоречия идет. Но у нас не первая. Противоречия. Противоречия. Никакого противоречия. Нет, что у них славят свадьбу, здесь славят. Олег, тогда отправляем такого рода письма. Отправляем такое просьба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok